Одна из очень распространенных проблем в After Effects не работает звук. Вы кидаете разные файлы на таймлайн, запускаете проигрывание, а звука нет. И в этом уроке я покажу, почему такое может происходить и несколько настройок программы, которые надо проверить, чтобы снова включить звук в After Effects. Привет, вы на канале с уроками, где мы изучаем After Effects. Обязательно заглядывайте в раздел с видео, и я уверен, там вы наверняка найдете что-нибудь интересное и для себя по этой программе. Самое простое, что можно проверить, это настройку в панели Preview, которая как раз и выглядит как включенный динамик. Она должна быть синим, подсвечена, соответственно без нее у вас звук работать не будет. Также вы можете найти ее в меню композиции в Preview Audio. Имейте в виду, что все эти настройки завязаны под конкретные клавиши, поэтому согласуйте, соответственно, что вы нажимаете и настройки какой конкретной клавиши вы меняете. Например, я по привычке от старых версий пользуюсь вот этой кнопкой, и она у меня настроена таким образом. И мне кажется, это оптимальные настройки для работы в After Effects, с учетом его особенностей и того, что он не умеет проигрывать видео в реальном времени, как Premiere Pro и другие монтажные программы. Теперь, если я пойду в композицию, выделю какую-нибудь область, нажму просчитать, и она у меня будет работать со звуком. Без этого динамика звука, как видите, нет. Интересный еще фокус. Есть специальная кнопка, по умолчанию, это рядом с нулем, тоже на нумпаде, с точкой называется, и она не проигрывает видео, проигрывает только звук. Когда вы хотите просто удостовериться, ну, не считать все видео, вы можете просто ее нажать. Как видите, видео не работает, только звук. Такой вот небольшой лайфхак очень пригождается при тестировании. Следующее, что можно проверить, это то, что сам After Effects понимает те звуковые файлы, которые вы в него кидаете. Раскрываем свойства файла, и в закладке вот VFOR мы должны увидеть звуковую волну. Если здесь ничего нет, пусто, значит что-то не так с этим файлом. И обязательно перекодируйте его в какой-нибудь другой формат. Например, формат WAV, который вы сейчас видите на экране, 48 Гц, 16 бит стерео. С ним обычно никаких проблем у меня никогда не было. В более старой версии After Effects плохо работали с форматом MP3. Но последних несколько нет, я уже никаких проблем и с ним. И с ним тоже не наблюдаю. Как видите, звук есть и в визуальном представлении, и в наушниках у меня. Но в случае возникновения каких-нибудь проблем, первым делом попробуйте перекодировать WAV. Если никакие советы из этого видео вам больше не помогут. Или это связано только с конкретными файлами. А в других же работает нормально. Но это универсальный прием. Давайте пойдем в настройки и посмотрим, что здесь можно поменять. На закладке превью у нас есть галочка «Выключать звук, когда видео проигрывается не в реальном времени». Поскольку программа After Effects может быть тяжелая и не успевать подготавливать кадры, и звук может растягиваться. Я, например, такое не люблю, поэтому обычно я эту галочку вставлю. И в таких моментах звук, соответственно, воспроизводиться не будет. Поэтому учитывайте это у себя, но в любом случае, как бы, либо звук есть, либо он будет искаженный. Вообще, работа с программой, как я вам раньше сказал, она заключается в том, что вы выбираете рабочую область, вот эту серую, растягиваете ее, нажимаете кнопку просчета, начинается заполняться зеленая область. И вот когда зеленая область заполнится, у вас начнется проигрывание в реальном времени. Все остальное After Effects не гарантирует, что будет считаться с нормальной частотой кадров, как это обеспечено в композициях, в настройке ее. Если вы просто открыли какую-нибудь здоровенную сложную композицию, нажали в ней пробел, как в Premiere Pro, допустим, то тут не факт, что звук будет проигрываться нормально, как, впрочем, и видео. Вот сейчас, для примера, я снял эту галочку, и у меня сложная композиция из урока, где мы делали заставку, как в Battlefield 2042. Я кинул сюда эту музыку, и сейчас, вот, смотрите, часть у меня зеленая, я ее прочитал, нажимаю пробел. Ну, вы сами видели, да? В какой-то момент программа уже после зеленой зоны не успевает просчитываться, и там начинается какое-то искажение звука. Вот именно про это я и говорил. Частота звука понижается, а потом он вообще выключается, а потом опять включается. Все это неприятно слышать. Ну, я говорил, что работать надо с рабочей областью, а не через пробел. Как я вам показывал, в самом начале настройки для моей любимой кнопки. Так, следующее, что нужно проверить, опять идем в настройки. У нас здесь будут настройки для аудио конкретно, аудиооборудования. Здесь, соответственно, тоже выбирайте правильно то устройство, которым пользуетесь. Потому что в последних версиях Adobe научили свои программы Premiere и After Effects выбирать устройство по умолчанию. Но раньше здесь нужно было руками выбирать. Либо, ну, у меня вот видите, динамики подключены и наушники. Ну, еще там всякая фигня, которую я не пользуюсь. В основном я переключаюсь между этими двумя устройствами. И, например, если я жду звука из динамиков, а здесь стоят наушники, соответственно, я звука тоже не увижу. И вот по комментариям к предыдущему ролику очень многие люди ошибаются. Ну, вернее, не ошибаются, а программа ошибается, и у них неправильное устройство вывода назначено. Ну, и следующая закладка, которая тоже может помочь, она уже назначает конкретные каналы, куда пойдут. То есть у нас вот стерео устройство, два канала, и я выбираю тут, соответственно, один канал налево и второй канал направо. У меня, например, недавно звуковая карта сгорела, мне пришлось использовать другую. Так вот, Adobe, он эти каналы сбросил. В итоге, несмотря на то, что у меня тут ставило правильное устройство, здесь, по-моему, звук то ли в один канал шел, то ли вообще не шел. Пришлось руками лезть и сюда перенастраивать. Ну, как видите, при стерео это сделать не так уж и сложно, всего лишь два канала. А, соответственно, если ваша акустика более сложная, там 5.1 может быть, ну, здесь уже сами разбирайтесь. Но в любом случае, если у вас звук до сих пор не появился, то и тут его надо проверить. Ну и в заключении, если вам все еще не помогло, проверьте настройки вашей винды. Какие устройства у вас здесь подключены, возможно, у вас уже что-нибудь лишнее, например, у меня вот этим я не пользуюсь, не знаю, зачем оно здесь висит. И оставьте только те устройства, которыми конкретно вы постоянно пользуетесь, чтобы программу было проще ориентироваться. Возможно, вам также придется проверить настройки вашего аудиоустройства через драйвер. Например, у Realtek есть такая контрольная панелька, в которой можно выбирать, как у вас подключены динамики. Здесь вот, например, стереофонический, тоже вот стереофонический выбран на скриншоте. Здесь вот 5.1 выбран, здесь вот какой-то там 7.1 выбран. Если, например, вот мне тоже часто об этом писали, у людей стереодинамики или наушники, они их включают в один разъем, но включают в настройках драйвера 5.1 акустику. 5.1 это будет 6, 6 минус 2, у вас 4 канала, это сабвуфер, центральный и два задних, они работают в никуда. Сигнал на них уходит и нигде не воспроизводится. При некоторых конфигурациях звука и вот таких вот динамиков неправильно настроенных, у вас часть звука будет просто пропадать. Поэтому тоже проверяйте, чтобы у вас было и здесь все настроено правильно и соответствовало. То есть не думайте, что вы поставите в настройках 5.1 и у вас будет сразу объемный звук на обычных стереодинамиках. Как бы без оборудования виртуальные колонки ниоткуда не возьмутся. В заключение хочу порекомендовать вам небольшое видео, в котором я рассказал о нескольких программах для работы со звуком и с помощью которых можно озвучивать видео и вашу мошен графику. Рассказал об их плюсах и минусах. Если вам это интересно, то проходите по ссылке в описании. Ну вот я и рассказал вам все, что знал о том, почему After Effects может работать без звука и что с этим делать, чтобы исправить эту проблему. Надеюсь, эти советы вам помогут, вы поставите лайк и не забывайте посмотреть какие-нибудь другие видео на моем канале. На нем накопилось уже много разных материалов по разным темам. И в заключение хочется поблагодарить моих замечательных спонсоров. Список этих замечательных людей вы сейчас видите на своем экране. Большое спасибо им за поддержку. Если кто-то хочет тоже поблагодарить меня за полезную информацию, то все ссылки вы найдете также в описании. И на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok